Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц! Да и кто из вас заботясь, может прибавить себе росту хоть на локоть? Если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них. Если Бог траву на поле, которая завтра будет брошена в печь, так одевает, то тем более оденет и вас. Вас, маловеры. Господи, умножь в нас веру. Если бы вы имели веру, зерно горчичное, и сказали смоковнице сей, исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Звучит музыка. Используйся. Используйся. Звучит музыка. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Чему подобно Царствие Божие зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем, и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его? Я не понимаю, о чем он говорит. Зачем вы идите и пьете с этими мытарями и грешниками? Нездоровые имеют нужду во враче, а те, кто болен. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Расскажи о Царстве Божии. Что оно такое? Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилища неветшающие и сокровища на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Женщина, ты освобождаешься от недуга своего. Смотрите, смотрите, она исцелилась! Это чудо! Смотрите, она исцелилась! С-с-с-с-с-слава Господу! Восемнадцать лет! Сохранит тебя Бог! Рави! Есть шесть дней, в которые должна работать. В те дни и приходите, исцеляться, а не в этот день, субботний. Вецемерый! Не отвязывает ли каждый из вас вола своего в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уссих в субботу? Нет! Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что называешь меня благим? Никто не благ, спасает только Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй. Почитай своих мать и отца. С самых юных лет я соблюдал все до единой заповеди. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Тогда приходи, следуй за мной. Но я же купец! Я богат! Трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. Кто же может спастись? Невозможное человеком возможно Богу. Скажи, когда же придет Царствие Божие? Не придет Царствие Божие приметным образом. И не скажут, вот оно там или вот здесь. Ибо Царствие Божие внутри вас. Придут дни, пожелаете видеть хоть один из дней Сына Человеческого, и не увидите. Ибо как молния сверкает от края до края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом Сим. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Многие пророки и цари желали видеть, что вы видите и не видели, и слышать, что вы слышите и не слышали. Что делать нам? Что Писание говорит? Как ты понимаешь его? Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, со всей силой и всем умом и ближнего, как самого себя. Так поступай, и будет жизнь вечная. А кто мой ближний? Ну, не те воины. А кесарь кто? Один человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые ограбили его, изранили и ушли. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. Он перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, дал два динария содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, я отдам тебе. Кто из этих троих был ближний ограбленному? Как думаешь? Оказавшие ему милость. И ты поступай так же. Оп! Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. КОНЕЦ КОНЕЦ Эй, кто это идет? Что происходит? Это Иисус из Назарета только что прошел здесь. Ах! Иисус! Ах! Иисус! Сын Давидов! Помилуй меня! Чего ты хочешь от меня? Я прозреть хочу. Прозри. Вера твоя спасла тебя. Я вижу. Я вижу. Я вижу. Я вижу. И проходил по городам и селениям, и учил на пути в Иерусалим. Народ собирался повсюду, чтобы послушать учителя. Он воистину пророк! О, Господи, спаси меня! Спаси! Господь, мой наставник, спаси меня! Слава Господу! Укажи нам истинный путь, Господи! Иисус вошел в Иерихон. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, но не мог за народом, потому что мал был ростом. Он влез на смоковницу, чтобы увидеть его. Слезай, Закхей! Сегодня надобно мне быть у тебя. У меня? Кто захочет войти в его дом? Откуда Закхей знает Иисуса? Слышите, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, то вас дам им вчетверо! Я не верю глазам своим! Мытарь, раздающий обратно собранный им! Невероятно! Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он есть сын Авраама. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Слушайте, мы восходим в Иерусалим и совершится все написанное о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам, и поругаются, и оскорбят Его, и оплюют, и будут бить, и распнут Его, и в третий день Он воскреснет. Сказав это, Он пошел далее, восходя в Иерусалим. Иерусалим. Субтитры подогнал «Симон» Учитель, прикажи своим ученикам замолчать. Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. Ты исцелил мою дочь! Мир, честь, слава! Когда Иисус приблизился к Иерусалиму, то, увидев Его, заплакал о Нем. Иерусалим, если ты хотя бы в этот день узнал, что служат к миру Твоему, но это сокрыто от глаз Твоих, ибо придут дни, когда враги обложат тебя окопами и стеснят отовсюду, и окружат и разорят тебя, побьют детей Твоих и не оставят камня на камне, ибо Ты не узнал времени посещения Твоего.